все мы слышали с вами про доверни кулачок начинает страдать локти да и вылетать плечи рой джонс особенно молодого образца своего вот вот почему на исключение 8 маленьких маленьких косточек которые при не защищен нет и пированные руки ну буквально разлетается уличная потасовка привела к тому что просто воткнул вот так в боксе это все то же самое работает сто процентов приветствую всех на канале бадан свет мы в школе бокса роя джонсон с нами мастер спорта международного класса по кикбоксингу александр старости александр привет здравствуйте здравствуйте еще мы поговорим в этом видео хотелось бы поговорить в этом видео о том насколько важны технические нюансы для сохранения здоровья наших суставов кулаков локтей плеч ведь бокс этот такой вид спорта где максимальные скорости и соответственно максимальные риски для получения травм да и наши суставы испытывают приличную нагрузку и соблюдение некоторых нюансов до позволит нам продлить долголетие наших суставов начнем разбирать самых распространенных ударов да это прямые так вот изначальное положение да где выполняется прямой на дальней дистанции до самые самые короткие самые менее заметны для нас идущие по такой траектории который глаз наш не способен сразу определить приближение кулака да именно в этом действии большая нагрузка у нас лежит им на плече как поднимающим выводящим плечо на траектории да так и локте до передающим поступательно вращательный импульс в предплечье да все мы слышали с вами про доверни кулачок как доворачиваю да посмотрите как это выглядит да зачастую когда наносит как выглядит а как это выглядит для сустава насколько это естественно для для нашего сустава да вот так да а вот теперь тогда вы знаете по-разному кто-то действительно кто-то вот так рекомендует самый дальний удар до объясняя это тем что именно по этой траектории как можно дальше выносится плечо и на всю длину распрямляясь да действительно есть есть маленький нюанс но действительно чуть чуть дальше выдвигается да но какова цена этого дальше на максимальных скоростях смотрим как сустав работает он у нас не только приближается да но он у нас еще и скручивается вокруг оси хорошо если вы успели этот удар донести на той траектории где вы на в ту в ту точку где вы запланировали изначально но соперник же не дремлет и он делает все как раз таки чтобы именно в нужном месте и не встретиться с вашим кулаком чтобы как можно точнее положить вам нужно как можно ровнее задать траекторию прямого удара да нет мы сейчас говорим о том что вот разворот чем он вредит ноги его пока только есть преимущество что мы сделали дальше что тут вредно наш шарнирный сустав плечо она крутится как здесь мы делаем вращательное движение а представляете связки вот наши латеральные коллатеральные связки до сустава в момент когда вы примете происходит вот такой резко и сдергивающий у некоторых идет еще получается не плечо а именно локтю при такой постановке локтю а в дальнейшем когда в случае промаха вот это вот движение передается и плечо да и познаете это кто-то это приписывает профессиональной травме боксеров до что со временем начинает начинает страдать локти да и вылетать плечи но это как раз вот и есть следствие вот этих нанесения стоит с такой амплитуды ударов и такой техникой до что наши суставы разбалтываются изначально наше положение на ногах до предусматривает вот как как будет двигаться наш корпус насколько он будет вкручиваться цель или раскачиваться именно это как раз и предопределяет во многом удар вообще вся наша механика до человеческая она состоит из поступательно-вращательных движений из баланса поступательно-вращательного движения именно такие виды спорта как бег да они сводят вот максимальную максимально сбалансированный кпд между поступательными вращению до шагами длиной шагов и вращение раскручиваем где каждое звено оно друг другу уравновешивает и чем слаженее но работает и тем более точные кпд с максимально короткими траекториями выдается до в боксе И это все то же самое. Работает 100%. Рой Джонс, особенно молодого образца своего, вот чем он и исключение. Максимальная сбалансированность, включение на максимально короткое время с максимальным КПД. И понимание, в какой точке нужно создать усилие между тремя условно звеньями ногами, корпусом и руками. Если мы хотим прямой получить удар, то он прямой удар. То, соответственно, и движение должно быть максимально прямым, где вектор, вот каждый из отдельно взятых точек на рычаге, да, он должен быть в одном направлении, да, и продолжением заданного импульса снизу, да, продолжением импульса заданного от бедра, переданного в плечо, через локоть в кулак. Именно при исходном положении, вот таком, вот такое движение, да, будет более естественным для локтя, нежели вот такое. Да, тем самым, говорю, наш сустав даже при выпрямлении руки, при выпрямлении, да, не испытывает какого-то дискомфорта и защемления. Вот, допустим, наносите вы удар, да, вот, пам, а соперник чуть сместился, и вот уже не в этой точке попал удар, а в этой точке, вот в этой. А может, хорошо, если так, да, то получается нагрузка вот в кулак, какая, да, есть излом. А вот многие же говорят, что вот сейчас, по крайней мере, можно, что бить вот этими костяшками, типа, что это вот естественное положение, вот у меня рука тут все прямое, красивое, вот оно вот. Давайте так, разберем, много кто что говорит, да, надо, чтобы все эти слова подтверждались практикой, да, что касательно, как правильно этот, как кулак должен правильно находиться. Надо рассматривать его не только в этой плоскости, но и в этой плоскости. Да, и ударная часть, если мы посмотрим, да, ударная часть, вот выходит куда, да, вот, именно эту часть. Чтобы попасть к этой части, нужно чуть-чуть кулак сюда завести, чтобы вы понимали, здесь слишком хрупкий сустав. Восемь маленьких-маленьких косточек, которые при незащищенном, нетепированной руке, ну, буквально разлетаются от этой компрессии, в случае неправильного, да. И сустав, ну, надеюсь, тоже это видит, да, вот это и есть следствие того, что уличная потасовка привела к тому, что просто воткнул вот так вот, да, все, перелом. Не приспособлен, вот эта часть кулака не приспособлена выдерживать максимальную нагрузку. Самую большую, самые большие нагрузки принимает на себя передние две костяшки, да, и... Ну, мы видим, они самые такие крупные. Ну, вот, а самая передняя, да, она принимает во всех ударах участие, да, вот. И именно постановка должна быть такова, кулака, да, чтобы никаких люфтов, никаких углов лишних не было здесь. Чтобы кулак входил именно той частью, какой нужно. Недаром же ведь у нас, когда тепируют, да, первым делом тепируют вот здесь, дабы, дабы минимизировать вот этот вот люфт, да. А дальше начинают скреплять, пришивать вот этот палец, еще более, тем самым закрепляя ударную часть. Вот именно на этот треугольник, можно сказать, и приходится вся нагрузка. Чем правильнее вы выполняете это действие, да, тем вы более бережно к себе же относитесь, да. Это позволит вам продлить ваше долголетие в спорте.